всем доброго времени суток вы на канале вязание не только меня зовут алена сегодня хочу предоставить вашему вниманию вот такой красивый ажурный узор в копилку и это вот такой узор я покажу поближе это ажурный ромб и по краям как вы видите просто идут такие косички косички можно не вязать эти косички можно заменить какими-то другими косами какими-то другими жгутами или каким-то другим узором для разделения я буду вязать с вами только вот этот ажурный ромб который находится в середине косички вы можете выбрать для себя по вкусу какие-то другие думаю что не стоит на них заострять внимание схема состоит если не считать вот эти косички которые по краям то сама схема ромба состоит из 16 петель я набрала 18 петель то есть 16 петель и 2 кромочные схеме пустая клеточка означает одну лицевую вот такой значок с черточкой большой вправо означает две вместе лицевые с наклоном вправо такая же черточка только с большой вот этой черточкой влево означает две вместе лицевые с наклоном влево кружок означает накид здесь в пятом ряду в девятом ряду и в тринадцатом лицевом ряду нужно сделать два накида вместе в изнаночном ряду стоит одна точка это значит что в изнаночном ряду эти два накида вы должны провязать первый накид изнаночный а второй накид лицевой петлей далее в этом именно ромбе обозначены также изнаночные ряды но изнаночные ряды я вязать с вами не буду так как в них нет никаких изменений то есть изнаночные ряды вы вяжете по узору изнаночные петли изнаночными лицевые лицевыми накиды изнаночными исключение составляют только вот эти двойные накиды и так давайте приступим я уже набрала на спицу я буду вязать чулочными спицами я набрала на спицу 16 петель согласно этому образцу ромба и 2 кромочные буду вязать я из полушерсти в 2 нити это 50 процентов шерсти 50 процентов акрил вот такая пряжа итак первый лицевой ряд 1 кромочная 5 лицевых раз два три 4 5 2 вместе с наклоном вправо я меняю петельки местами вторую я ставлю на первое место и провязываю их вместе лицевой далее 1 накид 2 лицевые 1 накид 2 вместе с наклоном влево я их провязываю нормально и опять 5 лицевых раз два три 4 5 и 1 кромочная это был первый лицевой ряд 3 лицевой ряд 1 кромочная 4 лицевые 1 2 3 4 2 вместе с наклоном вправо меняю местами 2 вместе вправо 1 накид 1 2 3 4 лицевые 1 накид 2 вместе с наклоном влево провязываю все нормально и 1 2 3 4 лицевые 1 кромочная 5 лицевой ряд 1 кромочная 3 лицевые 1 2 3 2 вместе с наклоном вправо я меняю петельки опять местами, провязываю 2 вместе лицевые с наклоном вправо, 1 накид, 1 лицевая, снова 2 вместе с наклоном вправо, меняю местами, провязываю 2 накида, 1, 2, теперь 2 вместе с наклоном влево, провязываю нормально, 1 лицевая, накид, снова 2 вместе с наклоном влево, 1, 2, 3 лицевые и кромочная, это был 5 лицевой ряд, 6 ряд изнаночный, показываю как нужно 2 накида вместе провязать первую петлю изнаночную, 2 лицевую, кромочная, теперь 1, 2, 3, 4 изнаночные, накид провязываю также изнаночной, снова изнаночная и вот идут 2 накида совместных, которые были сделаны в 5 лицевом ряду, провязать обе эти петли изнаночными не получится, почему? Объясняю, смотрите, провязываю 1 петлю изнаночной, сбрасываю нить, теперь вторую петлю опять изнаночной провязать не получится, здесь получается соскакивание этой нити и будет в этом месте вот, вот так, поэтому только одну петлю я провязываю изнаночной, а уже вторую я провязываю лицевой и тогда здесь получается закрепление нити именно между этими двумя совместными накидами и далее также я провязываю все остальные петли и остальные накиды я провязываю изнаночными петлями и вот смотрите что получилось вот где были здесь два совместных накида вот в этом месте да я их захватила и у меня получилось только внизу дырочка а вверху нет если бы я захватила 2 изнаночным то у меня бы здесь еще образовалась дырочка которая совершенно не нужна в этом узоре да вот обратите на это внимание что первая петля всегда совместном накиде изнаночная а вторая лицевая и так приступаем к вязанию 7 лицевого ряда 1 кромочная 2 лицевые 2 вместе с наклоном вправо 1 накид 1 2 3 4 5 6 7 8 лицевых накид 2 вместе с наклоном влево 2 лицевые и кромочная это был седьмой лицевой ряд 9 лицевой ряд 1 кромочная 1 лицевая 2 вместе с наклоном вправо 1 накид 1 лицевая 2 вместе с наклоном вправо 2 накида 2 вместе с наклоном влево 2 вместе с наклоном вправо 1 накид 2 вместе с наклоном вправо 1 накид 2 вместе с наклоном вправо лицевая и кромочная то есть у нас получается вот в пятом ряду здесь в середине было два накида теперь в девятом ряду у нас уже расширяется ромб и получается в середине не один а уже еще два двойных накида они уходят в сторону за счет этого вот как вы видите ромб расширяется с двух сторон теперь вы провязываете 10 изнаночный ряд и не забываете вот эти двойные накиды провязывать точно так же как я показала в шестом изнаночном ряду то есть первую петлю вы будете провязывать изнаночную 1 накид а второй накид лицевой здесь точно так же 1 накид изнаночный 2 лицевой 11 лицевой ряд 1 кромочная 3 лицевые 1 2 3 1 накид 2 вместе с наклоном влево 1 2 3 4 5 6 лицевых теперь 2 вместе с наклоном вправо я меняю петельки местами провязываю 1 накид и 3 лицевые 1 2 3 и кромочная это был 11 лицевой ряд 13 лицевой ряд 1 кромочная 4 лицевые 1 2 3 4 1 накид 2 вместе с наклоном влево 2 вместе с наклоном вправо меняю местами 2 накида 1 2 2 вместе с наклоном вправо меняю местами и 1 накид и 4 лицевые 1 2 3 4 в конце 1 кромочная 15 лицевой ряд 1 кромочная 5 лицевые 1 2 3 4 5 1 накид 2 вместе с наклоном влево 2 лицевые 1 2 2 вместе с наклоном вправо 1 накид и 5 лицевые 1 2 3 4 5 и кромочная это был пятнадцатый лицевой 17 лицевой ряд 1 кромочная 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 1 накид 2 вместе с наклоном влево 2 вместе с наклоном вправо 1 накид и снова 1 2 3 4 5 6 лицевых и изнаночная и так как вы видите я провязала с вами все 17 лицевых рядов этого ажурного ромба этого образца получается что здесь идут сначала расширения с середины начинаются убавления и внутри вот эти двойные накиды тоже сделали вот такие ажурные дырочки сейчас я провяжу последний изнаночный ряд и затем можно начинать образец этого узора этого рапорта снова связание первого ряда я связала 18 изнаночный ряд этого образца то есть это был рапорт этого узора теперь нужно начинать опять вязание с первого лицевого ряда образец этот я слегка увлажнила и давайте его замерим что у меня получилось в 2 нити на спицы номер четыре с половиной у меня получилось ширину 10 сантиметров и высоту у меня получилось 9 сантиметров этот ажурный ромб вы можете использовать в своих изделиях как посередине вашего вязаного изделия так и по бокам между вы можете включить какие-то переплетения жгуты косички или араны это все на ваше усмотрение фантазируйте пробуйте и у вас обязательно все получится а я желаю вам вдохновение и легких петелек и до новых встреч